Не, я рабов себя не чувствовал. Я как-то как Билайн купил, я помню, хреновую точку времени назад, году в 2000-м, да, и я-то как-то ими пользуюсь. У меня даже тариф, по-моему, с 2001 года не менялся. Потому что на самом деле во всем, вся эта миссия тарифов, они на самом деле одинаковые, да. Ну, в принципе, наверное, это удобно, чтобы не терялся номер, да. Я, наверное, не отношусь к числу там изощренных потребителей, которые там разбираются в этой куче, в этой тарифном лабиринте, переходят из компании в компанию, меня Билайн, в принципе, устраивает, я пользуюсь. Поэтому думаю, что на самом деле, наверное, в отмене вот этого мобильного роста ничего нет. Тем более, что если учесть, что наши мобильные компании, они себя не забывают. Я помню, в 90-е годы, до 98-го года за мобильный номер надо было, ну, меньше 300 долларов в месяц счета не было. То есть там, где на Западе кончались максимальные тарифы, да, в Российской Федерации начинались только минимальные. Вот. Да, что, я думаю, они свое имеют и вполне могут обеспечить это удобство потребить. Ну, не надо жлобствовать, ну, ребят, ну, ничего, ну, нормально.